Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте прежде всего поблагодарить вас за возможность сегодня принять участие в нашей дискуссии. И, конечно, отдельное спасибо нашим экспертам, которые согласились принять участие в обсуждении достаточно сложной проблемы. И, наверное, за последнее время мы столько много времени не уделяли хирургическим вопросам лечения больных раком шейки матки, поскольку длительное время для нас, по сути дела, хирургия для ранних стадий заболевания была абсолютно стандартом и показала хорошие отдаленные результаты. История радикальной гистроктомии претерпела изменения, и в последние 30 лет мы все больше и больше говорим о малоинвазивном доступе. И эта тенденция, она в основном была связана с необходимостью получить хорошие ранние результаты после операционного лечения, минимизировать операционную травму. И это напрямую было связано с развитием технических возможностей, возможностей обеспечения этой сложной хирургии. Если говорить о лапароскопии в онкогинекологии, то эта хирургия, на мой взгляд, она достаточно молодая, если можно так сказать. И вот те большие метаанализы, которые появились с момента внедрения этой техники, они демонстрировали, в общем-то, хорошие результаты, онкологические результаты лечения раннего рака шейки матки. И по сути дела мы с вами были свидетелями того, что многие общественные организации сделали рекомендации по эффективному использованию этого доступа для лечения больных раком шейки матки. Это было последние 30 лет, и в 2018 год появилось исследование, которое носит достаточно масштабный характер. И, по сути дела, сегодня это стало такой эталонной точкой обсуждения нашей возможности минимально инвазивного доступа. 319 пациентов легли в основу исследования ЛЭК для обсуждения эффективности минимально инвазивного доступа, и мы постарались каким-то образом проанализировать результаты минимально инвазивного доступа нашего центра. И начало нашей работы начинается с 2012 года. На сегодняшний день мы располагаем в нашей клинике опытом и наблюдением 128 больных. Но появившееся исследование, по сути дела, несколько заставило нас задуматься о дальнейшем развитии этой хирургии. А для большинства клиник, и сегодня это на самом деле большое событие в хирургии, по сути дела это стало в какой-то степени ограничением движения вперед. Ну и все-таки, если говорить о сегодняшнем дне, мы постараемся остановиться на тех, может быть, на том опыте, который мы сегодня располагаем в нашей клинике. С 2012 года мы начали использовать минимально инвазивный доступ. На сегодняшний день это 127 пациентов. И за последние 5 лет ежегодно в клинике более 20 операций мы выполняем для лечения больных ранними стадиями рака шейки матки. В какой-то степени, может быть, здесь некорректно сравнивать наши результаты с опубликованными исследованиями ЛЭК. Но мы все-таки постарались сопоставить с опубликованными данными на те данные наших пациентов. Так же, как и, наверное, 33 мировых центра, основная доля наших пациентов – это плоскоклеточные карциномы. И в основном это пациенты первой B1 стадии. Хотя в нашем исследовании, и это было принципиально важным, особенно на начале работы с внедрением минимально инвазивного доступа, мы заведомо брали наиболее благоприятную группу пациентов для радикальной гистроктомии. В зависимости от заболевания, от проявления заболевания, мы стандартизировали различные варианты радикальной гистроктомии. И основная доля пациентов – это пациенты, которые подвергались третьему типу гистроктомии по пиверу или тип С1, нервосберегающий тип гистроктомии по классификации Дениса Кёрли. Мы стандартизировали радикальную гистроктомию, и для нас очень важно пошаговое выполнение этой хирургии, в которой мы выделяем три важных этапа. Этап мобилизации, этап диссекции интерфасциальных пространств и параметр эктомии. Я не буду много останавливаться на особенности хирургии. Хочу только сказать, что на самом деле лапароскопическая хирургия, которая внедрилась в хирургию рака шейки матки, позволила нам несколько посмотреть по-другому на философию, на идеологию радикальной гистроктомии. Мы увидели преимущества интерфасциальной хирургии для достижения радикальности данной хирургии. И, конечно, визуализация интерфасциальных пространств, критерии резекции параметрия являются основным стандартом на сегодняшний день достижения радикальности. Мы также в своем исследовании располагаем опытом использования сигнальных лимфатических узлов. И несмотря на, казалось бы, вот такие достаточно узкие показания, на достаточно четкую селекцию больных для малоинвазивного доступа, использование методики детекции сигнальных лимфатических узлов позволило нам выявить практически более 13% пациентов при ранних стадиях заболевания наличие микрометастазов лимфатических узлов. А это, конечно, уже другая совершенно категория пациентов. И, на мой взгляд, это важный прогностический фактор неблагоприятного течения заболевания. Безусловно, принципы радикализма, они имеют важное значение и патоморфологическое исследование, безусловно, определяет перспективу и прогноз заболевания. В нашем исследовании мы в меньшей степени встречались по результатам окончательного патологического исследования с вовлечением опухолепараметрия. Мы только в одном случае наблюдали положительный хирургический край при резекции влагалища. Но в то же время совокупность прогнозических факторов дала нам возможность практически у 40% проводить комбинированное лечение. И лечение больных ранними стадиями сопровождалось проведением адюантной химии и химиолучевой терапии. Если оценить по нашей данной безрецидивной выживаемости, а мы выделили группу, это 60 пациентов, у которых мы смогли проследить отдаленные результаты на протяжении также 4,5 лет выживаемости, наши данные, они представлены здесь, и они составляют безрецидивную выживаемость 94,5%. Если говорить о рецидивах, мы наблюдали 3 рецидива у наших пациенток. У одной пациентки был рецидив местный в области кольпотомической раны, и 2 рецидива мы наблюдаем дистанционных. Конечно, неблагоприятные исходы хирургического лечения для больных ранними стадиями, безусловно, требуют тщательного анализа, и мы постарались также проанализировать определенные причины неуспешного использования минимальной инвазивной хирургии. И мы считаем, что здесь, наверное, впереди будет много исследований. Но, на мой взгляд, и это, конечно, является особенностью хирургической техники, фактор хирурга, показания для минимально инвазивного доступа, ну и мы, конечно, не должны забывать о биологических особенностях рака шейки матки. Если говорить о показаниях, то еще раз хочу сказать, что для нас это абсолютная селекция пациентов. И важным критерием для выбора пациентов для минимально инвазивного доступа является размер опухоли. Мы визуальную опухоль более 2 см не рассматриваем показанием для минимально инвазивного доступа. И если посмотреть сегодня на опубликованные данные по отдаленным результатам, обратите внимание, опухоль более 2 см является прогностически неблагоприятным фактором, который ухудшает результаты хирургического лечения и открытой хирургии, и минимально инвазивного доступа. И, наверное, сегодня мы уже свидетели изменения стадирования заболевания, и мы уже понимаем, что первая B1 стадия – это опухоль до 2 см. Следующий момент, он уже дискутируется и дискутируется часто, это, конечно, использование маточного манипулятора. С одной стороны, технический инструмент, который позволяет улучшить технику хирургического лечения, он предотвращает потери углекислого газа, улучшает манипуляции во время хирургии, но в то же время, на мой взгляд, опять-таки, использование этого инструмента при визуальной опухоли не является целесообразным при выполнении минимально инвазивного доступа. Ну и, конечно, если говорить о сегодня, это инструмент, который наиболее часто используется, то, конечно, он, наверное, перспектива – это совершенствование технических возможностей этого инструмента. Сегодня, говоря о лапароскопии, мы не говорим о том, что это должна быть отдельная хирургическая специальность. Мы сегодня говорим о лапароскопии как об отрасли хирургии, которая направлена на улучшение результатов хирургии. И, конечно, хирургические навыки, с одной стороны, а с другой стороны, воспроизводимость методики – это, наверное, та ситуация, которая сейчас является одной из наиболее важных с точки зрения развития хирургии. И давайте говорить прямо, что путь радикальной дистрактомии одинаково пройти бывает очень сложно. И второй момент, который, наверное, очевиден – как можно рандомизировать хирурга с точки зрения выполнения этого достаточно сложного хирургического вмешательства. Да, на сегодняшний день прикривая обучение минимально-инвазивного доступа достаточно непроста. И уже существуют определенные критерии эффективности хирургии. Это количество операций, выполненных в год одним хирургом. Но, с другой стороны, на сегодняшний день существуют данные, показывающие абсолютную взаимосвязь неблагоприятных исходов лечения ранних стадий рака шейки матки в зависимости от стационара. И стационары с уровнем хирургии менее 32 операций за 5 лет являются малым уровнем хирургического отделения. И показана взаимосвязь исходов. Поэтому, конечно, это ситуация, которая достаточно сложна для анализа и принятия какого-либо решения. Конечно, сегодня мы говорим о неблагоприятных факторах и минимально инвазивного доступа. Конечно, кольпотомия, вскрытие влагалища при отсечении препарата – это тот фактор, на который мы обращаем внимание и считаем его неблагоприятным. И на самом деле существуют уже определенные исследования, которые показывают сочетание кольпотомии с карбоксиперитонеумом как независимый неблагоприятный прогнозический фактор исхода хирургии раннего рака шейки матки. Еще раз хотел бы сказать, что помимо технических особенностей хирургии, хирургического фактора, безусловно, и важное значение имеет и, в общем-то, биологический компонент опухоли. И если говорить на сегодняшний день, исследование ЛЭК, результаты которого сегодня мы с большим удовольствием слушаем и обсуждаем, на мой взгляд, это все-таки не шаг назад, а это шаг вперед. И, наверное, благодаря тому, что сегодня это исследование появилось, мы имеем возможность все-таки остановиться и подумать о контроле новых технологий, о обучающих центрах, о развитии технических возможностей этой хирургии. Ну и, конечно, на сегодняшний день исследование, которое опубликовано, заставляет нас подумать о показаниях для этого исследования. Сегодня продемонстрированы результаты уже опубликованной данной после исследования ЛЭК, но существуют и также публикации, которые на самом деле показывают эффективность минимально инвазивного доступа для лечения больных ранними стадиями рака шеи и кематки. И вот такой диссонанс, он, по сути дела, инициировал на сегодняшний день уже открыто новое исследование, которое, на мой взгляд, в какой-то степени по завершению покажет еще одну сторону этой хирургии. В этом исследовании принимает также большое количество центров, и в том числе наша клиника участвует в подаче данных. Это исследование, которое основано на анализе не только минимально инвазивного доступа, но и других факторов риска неблагоприятного исхода хирургии раннего рака шеи и кематки. Но это те будущие предполагаемые исследования, которые, надеюсь, в ближайшее время будут также доступны для обсуждения. И в заключение я хотел бы все-таки еще раз остановиться на том, что радикальная гистроктомия лапароскопическим доступом – это сложное хирургическое вмешательство на тазовой области, и оно требует дополнительной подготовки. И очень важна на сегодняшний день объективная оценка хирургической процедуры, стандартизация хирургических навыков и, конечно, лечение в специализированных учреждениях, в централизованных учреждениях. На мой взгляд, показания для радикальной гистроктомии должны быть большой селекции. На наш взгляд, оптимальными показаниями является использование этого доступа у пациенток с опухолью 1B1-1A2 стадии при визуальной опухоли не более 2 см. И, на мой взгляд, для этой категории пациентов это безопасная процедура. Я благодарю вас за внимание и, надеюсь, в ближайшее время мы в Петербурге также сможем обсуждать все важные дискуссионные вопросы. Я думаю, что мне хотелось бы два вопроса затронуть. Во-первых, это вопрос размера опухоли. Вы говорите, что здесь меньше 2 см. Вы говорите о том, что это безопасно. Данные показывают, что здесь рецидивы очень редко происходят. На самом деле, мне кажется, что это потенциально опасно, потому что есть такая статистическая мощность. Потому что здесь мы говорим ведь о количестве пациентов. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно количество пациентов определенно иметь. Поэтому обратитесь к этим таблицам. Посмотрите на количество пациентов, которые участвовали в этих исследованиях. Для того, чтобы сделать вывод о том, что опухоль меньше 2 см достаточно. 20-30 пациентов, 40 пациентов, 40-50. Когда ваш уровень 0,6 рецидивов при 0,8%, вы тогда должны иметь значительно большее количество пациентов. Не 40-50. Поэтому мы с вами говорим, что потенциально опасно говорить, что при опухоли менее 2 см опасности для пациентов нет. Нет у нас статистической мощности для того, чтобы так утверждать. И здесь у нас это не проспективное исследование. Это данные, конечно, интересные, но это, скорее всего, рестроспективное исследование. Вы, конечно, можете получить дополнительную информацию, но это не проспективный рандомизированный случай. И поэтому Луис Чива, например, из Мадрива, задавал вопросы во многих центрах Европы, просил их направить их ретроспективные данные для того, чтобы свести их в ЕСДИНО, для того, чтобы можно было изучить информацию. Интересно, что некоторые предварительные результаты такого исследования СУПР как раз говорят об удивительных вещах. Да? Я буду говорить, может быть, об отсутствии различий. Мне хотелось бы прокомментировать Ваш первый комментарий, в свою очередь. То есть Вы говорите, что... Вы считаете, что, наверное, нужно проводить новые исследования по этой группе пациентов? Ну, это вопрос очень важный, действительно. Я должен подчеркнуть следующее, что в этой группе пациентов, может быть, им и не нужна радикальная кистеректомия. И Глория Салвис будет об этом говорить. Есть одно исследование, которое говорит о консервативном лечении. И здесь есть разные исследования, которые как раз почти завершены. Это проспективные исследования. Одно из них рандомизировано, а два не рандомизированных. И они могут показать, что при опухоли менее 2 см вообще радикальная кистеректомия не должна иметь места. Я лично поддерживаю всех, кто говорит о том, что требуется дополнительное исследование. Мне кажется, что это важно очень. Но, с другой стороны, очень трудно проводить проспективные радикальные исследования в сфере радикальной гистеректомии, потому что пациенты очень хорошо уже знают об имеющихся результатах. И поэтому многие пациенты нам говорят, мы не хотим минимально инвазивного хирургического вмешательства. Пациенты не хотят такой рандомизации. У нас, в нашей стране, наши советы очень редко одобряют исследования, которые будут доказывать, что плохо проводить такое или иное вмешательство. Они должны быть сфокусированы на другом. Они считают, что неэтично подвергать пациентов исследованию, для того, чтобы ответить на вопрос, который лично вас интересует. И если мы исключим пациентов, у которых опухоль менее 2 см, тогда у вас будет даже меньшая группа пациентов, у которых опухоль 2-4 см, потенциальные кандидаты на такую хирургию. Поэтому количество пациентов все время уменьшается. И хорошо, конечно, если произойдет другое исследование, но, конечно, будет трудно закончить эти исследования. Например, в Швеции исследование РАК. Это исследование, которое изучает как раз роботизированный подход. И мне кажется, что для того, чтобы получить возможность работать с нужным количеством пациентов, это трудно. В Швеции, например, 52 случая. Если вы половину этих пациентов используете на этапе 2-3-4, то у вас будет все равно 150 случаев всего по стране. И мне кажется, что это, конечно, может быть, недостаточное количество для того, чтобы сделать окончательные выводы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!